Научно-производственное предприятие «Звезда» отметило юбилей. Легендарному заводу, где изготовили скафандры для Юрия Гагарина, Алексея Леонова и других знаменитых космонавтов, исполнилось 70 лет. В честь праздника на территории предприятия состоялся концерт. Туда пригласили и съемочную группу нашего телеканала. Главная миссия — обеспечение безопасных и комфортных полетов. Уже 70 лет разработки «Звезды» спасают жизни тем, кто отрывается от Земли. Будь то на самолете, боевой винтокрылой машине или на космическом корабле. Это единственный в стране научно-технический центр, где производят систему до заправки в воздухе при дальней авиации. Каким было предприятие при его становлении и каким оно стало сейчас, руководство и сотрудники вспоминали на торжественном собрании. В далеком 1952 году герой социалистического труда Семен Михайлович Алексеев со своими единомышленниками заложил основу для такого уникального, неповторимого в мире предприятия. За короткий период, практически на пустом месте, ему удалось создать предприятие, которое в течение первого десятилетия разработало и снарядило наши военно-воздушные силы образцами защитных шлемов противоперегруженных и высотнокомпенсирующих костюмов, высотных скафандров. На праздничном концерте отметили сотрудников, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие предприятия. Это конструкторы, инженеры, слесари и сварщики, швей и технологи. Всего более полутора тысяч человек. Среди награжденных Валентина Маряева и Татьяна Бутенко. Каждая из них работает на «Звезде» уже 50 лет. Пришли сюда, когда завод отмечал свое 20-летие. У меня здесь прошла почти вся жизнь. Все молодые годы, уже эмоции переполняю. И очень благодарна заводу, что отметили. Они шьют, я принимаю все эти костюмы, все это самое. Все через мои руки проходит. Не дай бог где-то что-то, это самое. Жизнь человека зависит. Последнее, как говорится, слово за нами. На юбилей предприятия пригласили людей, для которых и работает «Звезда». Кто, как не они, могут дать оценку катапольным креслам и системам, которые неоднократно спасали их жизни и помогали сохранять в целости летательные аппараты. Ваше кресло позволяло мне и моим коллегам работать до последнего и возвращать машину, когда было полное право расстаться с ней. Не повезло. Спасибо вам огромное за спасенные жизни и за спасенные самолеты. О значимости научно-производственного комплекса говорили не только летчики, испытатели и космонавты, но и представители власти. Среди всех многочисленных предприятий городского округа «Звезда» по праву считается гордостью Люберец. Благодаря вам наша страна находится на серьезном технологическом уровне. Спасибо вам за это огромное. Все, что зависит от городского округа, от взаимодействия нашего, мы будем всегда поддерживать вас. На праздничную сцену вышли также творческие коллективы и артисты городского округа. Среди них были и сотрудники «Звезды». Кроме высоких научных разработок, они поют, играют на музыкальных инструментах и занимаются спортом. Одним словом, уникальный коллектив уникального предприятия. Да здравствует дважды орденоносная имени академики Сверина научно-производственное предприятие «Звезда». Благ! Уиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.